Добрый день, Ариф. Добрый день. Очень приятно познакомиться с вами лично. Вы знаете, говорят, что мы все родом из детства. Пожалуй, с него и начнём. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы оказались в музыкальной школе? Кто вас тогда привёл? На самом деле, очень рано я оказался. Оказался в три года. Но, на самом деле, родители у меня не имеют никакого отношения к музыке, они программисты. Они занимаются программным обеспечением, но как-то старались развивать всестороннее. Вот я ходил в художественную школу и попал в музыкальную школу достаточно рано, ещё когда даже не мог петь. Да, неосознанно сидел там вместе с детьми постарше. Там был такой младший хор. Попал в хоровую школу «Восход» в Москве. Вот. Но потом потихонечку, потихонечку, потихонечку рос, спел. А у вас приняли нормально, да, потому что опыт советской музыкальной школы, по крайней мере, дети только семи лет могли поступать. И я помню, я тоже училась в музыкальной школе, к сожалению, на этом моё такое профессиональное музыкальное образование закончилось. Но тогда и в десять лет в музыкальную школу дети поступали, и даже в тринадцать. Я тоже общалась с одним музыкантом, он говорит, что вот в Китае, например, вот с трёх лет, да, принято? Вот как вообще? Ну, на самом деле, просто это не совсем обычная школа была, это была хоровая школа, и я очень благодарен её директору тогда, к сожалению, непокойной Ирине Измаиловне Радченко, которая, как бы, вот, она очень веснула детей и как-то пыталась на самых ранних стадиях развития уже найти, поймать какие-то интересные, талантливые, может быть, где-то, ну, какие-то вот первые шаги. Родители просто хотели, чтобы вы пели, да? Ну, родители, да, хотели всесторонне развить, да, пытались как-то это сделать, посмотреть, куда, в какое направление. На самом деле, я, ну, уже в каком-то более-менее осознанном возрасте, я хотел заниматься лингвистикой, хотел учиться в иностранной школе, с английским уклоном, и очень хотел быть синхронным переводчиком. Так. Вот, но потом вдруг какой-то момент все изменилось, и вот я попал в Мерзляповское училище, это училище приема, консерватория, на хоровой факультет, вот, к истокам. А это решение было принято вами лично или какой-то случай, как часто бывает? Был случай, да, что мы оказались просто на соседних местах в самолете, мы летели на гастроли с детьми, вот, как раз с директором, с Ириной Изменовиной, вот, и как-то она говорит, а ты не хочешь попробовать дальше пойти? Ну, что есть какие-то предпосылки для того, чтобы пойти дальше? Ну, я как-то сидел, 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 пока мы летели, летели из Германии, летели так, ну, несколько часов, я как-то сидел, обдумывал это все, и как-то вот было принято решение все-таки, да, пойти, попробовать пойти дальше. Очень сложная подготовка была, потому что училище при консерватории, это уже совершенно другие требования, это была, была очень серьезная школа, и к ней надо было подготовиться, это, ну, заняло целый год подготовки. Вот, поэтому, тоже я безумно благодарен педагогами на музыкальной школе, которые вот дали огромный импульс, попав в училище, мне было уже очень легко, я практически с большой легкостью отучился. А вы параллельно учились в школе и готовились уже? Да, 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 конечно, конечно, последний год, последний год обучения, он был очень тяжелым, потому что я много часов тратил на то, чтобы готовиться. А на каком отделении учились музыкальной школы? На вокальном? Нет, хоровое отделение, в хоровой факультет, то есть я пошел дальше, по профильной, можно сказать, с хоровой музыкальной школы, на хоровой факультет училища, потом хоровой факультет консерватории, и, ну, собственно, дальше уже вот симфоническое отделение. А в какой момент, когда и как родилось решение стать все-таки режиссером музыкальным? Дирижером. Дирижером, конечно, дирижером. Ну, хотя дирижер и режиссер это очень похожи не только в лисически созвучные, но и, да. Ну, в момент, когда приехал в Мринский театр, в Москву, после долгого времени, вот, у них были гастроли, достаточно объемные, неделя, или, по-моему, даже больше. Вот, я учился на втором курсе училища, и вот попал на один из спектаклей Валерия Гергиева, вот, это был «Летучий голландец», до сих пор помню, я простоял, шел три часа без перерыва, два десятка, я простоял там, на галерочке, да, три часа, и выйдя из театра, вот, понятно, что надо этим гибаться. То есть вот так, тогда в крестном самолёте, так, да, так же и на «Летучий голландец». Да, какие-то вот такие вещи щелчком, да, происходят, каким-то, вот, так что вот и я попал, начал свое обучение в консерватории. В каком театре начали работать, как дирижер? Первый мой театр – это Республика Коми, Сыктывкар, вот, тоже я безумно благодарен этому театру, потому что он дал мне какое-то вот… Потому что обучение в консерватории на дирижерском факультете не имеет ничего общего с работой в профессиональном театре. Ну, то есть, понятно, что есть определенная подготовка, но, оказавшись в театре, ты оказываешься… Ну, скажем так, в консерватории ты находишься в каких-то… Как бы это правильно сформулировать? То есть, ты находишься, ну, в каком-то идеальном мире, да? Ну, в человеческом. А, да. А, значит, попадая в реальную работу, структуру театральную, этому, конечно, надо учиться заново. И вот этот театр мне за полтора года там работы очень много дал. Ну, наверное, в консерватории коммуникации не учат, да? Все-таки больше учат творчество. Конечно, конечно. А здесь это… Это люди… Да, это люди, это профессия психолога, это и какие-то вещи управленческие, которым ты… Ну, ты этому не… Ты учишься, как работать с оркестром, а… Но, к сожалению, мало каких-то рычагов для управления коллективом. То есть тебе, на самом деле, не так много… Но ты… Это мой жизненный опыт прекрасный, который… Да. В полях, как говорят. Да, когда… То есть первые, первые, конечно, полтора года я пувыркался, как… Как просто… Щенок, щенок, который в воду попадает. Да, да. Так же и… И мы так же в своих профессиях. Полтора года были очень тяжелые. В 2009 году в вашей жизни случилась Рязань. И Рязанский музыкальный театр. Вот ваши первые ощущения, что запомнилось? Ехали… Как ехали по дороге, переступили порог? Что вот было таким самым запоминающимся? Если было? Да, было, конечно. Самым запоминающимся было, когда я приехал, оркестр, который состоял из трех человек, трех-четырех человек. Вот. И, конечно, у меня было состояние шока, потому что тогда было еще здание в аварийном состоянии. То есть это еще было до ремонта. Вот. И такая, скажем так, большая разруха здесь в плане именно оркестра. Потому что было такое время смены руководства. Я еще пришел, была директора Матавина, небезызвестная в этом городе. Вот. И как раз она уходила и пришла… Приходила в этот момент, не пришла, а еще приходила. Вячеславовна. Вот. И вот, собственно, был такой какой-то очень период. Тяжелый. Ну, я подумал, с другой стороны, тоже это интересно. Как-то с какого-то более-менее нуля создать здесь оркестр театральный. Построить все. Как дом строится? Да. Ну, и, собственно, здание строилось. Строился и коллектив, и солисты. И, конечно, Мария Вячеславовна очень мудро здесь все выстроила на первых порах, пока не было здания. Мы сделали несколько концертных программ, которые возили по области, потому что нам негде было, не было своей сцены. Вот. И… Ну, было все абсолютно верно. Потом первые спектакли уже на… на своей сцене. Вот. И как-то все постепенно, постепенно, постепенно. Ну, и сколько лет вы проработали в качестве Терешёва? Ой, очень сложно посчитать. Ну, собственно, я вот с тех пор продолжаю работать в разных качествах. Я езжал в Санкт-Петербург, тоже работал в театре музыкальной комедии в Петербурге. Потом вернулся в Москву, продолжая совмещать. Там работал в Московской передней, сейчас театр Станиславского, Мариинский театр. И как-то это все… Ну… Все совмещает. Все идет, все пока… пока совмещается, пока это как бы возможно. Я… Ну, этому театру я очень благодарен, как такому одному из первых театров. и максимально то, что я могу в моих силах как-то быть ему полезным, я постараюсь. А есть ли какое-то место, вот любимое место силы в нашем городе, ну, в которое вы постоянно стремитесь попасть, когда здесь бываете? Или гастрольная жизнь настолько… настолько бурна, что как бы меняются гостиницы, меняются лица городов, и есть такое выражение, да, у городов есть лица, и что города чаще вспоминаются именно по людям, а не по каким-то достопримечательностям. Вот как у вас с этим? Вы знаете, нет, есть любимые места, есть… я очень люблю Солодчо, очень люблю какие-то такие… прогулки даже, можно сказать, в одиночестве, потому что немножко… иногда нужно побыть в тишине от музыки и как-то набраться сил. Наполнив. Вот. Так что, конечно, есть Константиново, то есть я люблю какие-то места, где можно пройтись на свежем воздухе, желательно, с небольшим количеством людей вокруг и как-то, ну, остаться, можно сказать, в тишине и одиночестве. Поэтому вот какие-то такие… здесь места, в общем, к этому богу, многоприятствующие. В общем, они, наверное, наполняются, да? Наполняют. Конечно, конечно. Они, наверное, неспроста и по-устовски, и усенин творили… Конечно. Они… Они… Безусловно, безусловно. А как часто вот в новом времени, в котором вы сейчас находитесь, руководя театром, дирижера в оркестре Павла Слободкина, да, в театре Станиславского Немировича Данченко в Петербурге, как часто вообще удается посетить Рязань? Ну, очень-очень-очень стараюсь чаще. Вот. Все зависит от… Вот мы готовили постановку «Званный вечер с итальянцами», и я здесь был достаточно продолжительное время. Вот. Потом, к сожалению, концертная и театральная деятельность в других городах не позволяла приехать. Вот. Сейчас я снова здесь. Надеюсь, в этом году будет чаще. Надеюсь, что сможем выпустить новую постановку во втором полугодии вместе. Вот. Поэтому я вот, насколько, насколько могу, насколько, еще раз говорю, это в моих силах, да, я, безусловно, стараюсь уделять время театру и солистам оркестру. Ариф, а в 2019 году Вы долгое время работали в Польше, да, в двух городах? Были, да. Вот скажите, пожалуйста, ну, Вы, наверное, как лингвист, может быть, на английском общались с музыкантами, или все-таки язык музыки понятен всем? Или там был интернациональный коллектив? Как это вообще работать вот в другой стране с музыкантами? Вы знаете, очень интересно, потому что, ну, во-первых, ты попадаешь немножко в другие реалии. Там, значит, один раз это был болид в Селезской опере, город бытом, это пригород большого города Готовица. У них в Готовице нет театра, а вот именно в маленьком пригороде есть красивый театр. Называется он «Селезская опера» с неплохим очень оркестром и с великолепными солистами. Там, например, поющие там солисты, они приглашают, например, Большой театр наш и поют, значит, по-моему, там заглавные партии Большого театра. Ну, то есть какие-то есть вещи интересные. Вот. И там был балет «Дон Кихота», я поставил «Дон Кихота». Вот. А потом неожиданно вот получил вот приглашение из Варшавы уже сделать выход в музыкальном театре, в музыкальном театре Варшаве, в постановку «Веселой вдовы» олигарх, оперетты. Вот. И они делали кассу, брали лучшие силы, переточные со всей Польши, потому что, к сожалению, в последние годы было закрыто много театров оперетты. А артисты этого жанра очень хорошие, они остались, и, собственно, был просто потрясающий состав артистов, балет, и был оркестр. Оркестр был пилармонический оркестр, и с этим оркестром даже на русском языке было возможно пообщаться, потому что очень много людей старшего поколения знали русский язык. Кто-то из молодёжи, конечно, что-то английскими фразами, но… Ну и, конечно, ты в момент работы ты начинаешь изучать и польский, потому что ты всё равно какими-то фразами ты начинаешь пользоваться, и артисты помогали. Ведь бьеса была на польском языке, поэтому надо было входить в язык, тоже знать, где, какое ударение, правильное что-то. Поэтому здесь такое было взаимное проникновение в культуру. А, Рит, а с чем связано, на ваш взгляд, вот эта потеря интереса к такому, ну, казалось бы, лёгкому интересному жанру, как оперетты? Вы сейчас сказали, что очень много театров в Польше закрылось. И не только в Польше, наверное. Ну, мне кажется, в первую очередь это связано с тем, что устаревают пьесы, потому что очень много в оперетти, в отличие от оперы, в опере есть определённая структура, которая… музыка, да, которая структурирует произведение, которое написано композитором, есть своё либретто, но оно в большинстве случаев подчинено музыке. А, конечно, в оперете, где есть много разговорных эпизодов, безусловно, необходимо, чтобы была интересная, хорошо написанная пьеса. Вот. Какие-то пьесы, там, или переводы пьес, сделанные в советское время, они сейчас устаревают. А, к сожалению, каких-то новых авторов… ну, большая редкость, чтобы была хорошая пьеса. В Венгрии, в Будапеште, в их театре оперетты как-то, в принципе, с этим удаётся справляться, вот, и получаются, на мой взгляд, вполне себе яркие спектакли у них. Вот. Ну, на самом деле, вот, как бы, основная проблема, мне кажется, в этом состоит. Вот. Потому что и музыка, и, там, таких авторов, как Кальман, Легар, Иоганн Штраус, в принципе, есть очень яркая и очень интересная, не уступающая оперной музыке. Вот. Ну, для того, чтобы джанр рожил, нужно чтобы… Кто-то… И разговорные диалоги были… были интересные. А, мне кажется ли вам, что именно в России может быть такое мнение дилетантское, но, тем не менее, я рискну задать этот вопрос, мюзикл как-то вытесняет ещё перед? Он везде его тесняет, и в Австрии, в Вене есть, опять же, свой театр, да, есть площадка, мюзикл. У нас тоже в Москве, да, появился театр мюзикла, но всё-таки пока нет такого… Хотя театр оперетты, вот, которым я тоже, мне посчастливилось работать и по сей день, тоже большое значение, большое время и уделяет мюзиклам. И сейчас появилось несколько новых мюзиклов. На мой вкус мне жалко, что не так много классики идёт. В питерской мюзкомедии больше классических оперет, там репертуар в этом отношении очень интересен. Ну, будем надеяться, что автор появится, потому что жанр сам по себе очень интересный, и я с вами абсолютно согласна, если правильно прописать сюжет, то, возможно, в оперету придут и молодые люди, и это просто нужно какой-то, как всегда, какой-то прорывной… Да, безусловно, я думаю, что вполне может быть в жанре оперетты какое-то возрождение через определённое время. Когда… возвращаясь всё-таки к тому, что мы находимся в Рязанском музыкальном театре сегодня, и когда рязанская публика сможет увидеть в ближайшее время Арифа Тадашева с дирижёрским бипитром. Сегодня. Дорогие рязансы, сегодня Ариф дирижирует оркестром 12 стульев сегодня. Да, 12 стульев, мы вот вчера уже сыграли один спектакль, сегодня будем снова играть его же. Ну, а в дальнейшем, я думаю, что будет много интересного, потому что мы сейчас вот как раз обсуждаем, планируем новый спектакль, который, надеюсь, в скором времени выпустим. И надеюсь, что нам удастся не раз порадовать рязанскую публику. Спасибо большое, Ариф, было очень интересно. Спасибо. Я желаю вам обязательно осуществления мечты и плана, не буду спрашивать, какой это план, потому что, да, артисты – люди суеверные, но, тем не менее, для исполнения мечты, чтобы все были здоровы и приходили в театр, потому что театр – это прекрасный место. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.